здравствуйте дорогие коллеги рада приветствовать вас в прямом эфире что когда вы присоединитесь и будем начинать сегодня наш прямой эфир посвящен летним дизайном что неудивительно как раз сейчас самый сезон и сегодня я вам хочу показать как раз нашу коллекцию тропические каникулы и поподробнее рассказать о ней и показать как можно эти гель-лаки применить какие-то идеи новые возможно вы увидите для себя в этом прямом эфире и так меня зовут наталья чечнева я технолог компании на на professional и сегодня наше главное действующее лицо это вот такие вот красивые гель-лаки из коллекции тропические каникулы эта коллекция входит в линейку limited edition это гель-лаки в объеме 15 миллилитров здесь мы собрали самые популярные цвета самые ходовые постарались их сделать максимально удобными в нанесении это значит что все они наносятся в один максимум в два слоя и эта коллекция как раз нас была выпущена к лету для того чтобы разнообразить палитру потому что лето это всегда то время когда наши с вами клиенты выбирают вот такие яркие дизайны и обратите внимание на то какая коллекция красивая все цвета гармонично друг с другом сочетаются и вы можете легко делать градиенты при помощи этих цветов они все плотные и сейчас хочу вам показать консистенцию данного данных материалов как вы видите гель-лаки плотные они средней консистенции очень хорошо удобно наносится на ногти быстро выравниваются и цвета максимально плотные да потому что неоны это всегда определенная проблема потому что часто бывает что например желтый зеленый полупрозрачные не наносится в 3 в 4 слоя здесь же такого нет здесь два тонких слоя этого будет более чем достаточно для того чтобы получить хорошее ровное плотное покрытие а какие-то оттенки наносится в один слой например тот же голубой оттенок либо коралловый или сиреневый розовый и так мне сейчас хотелось показать вам что мы собственно можем сделать с этими цветами и будут абсолютно разные дизайны и я надеюсь что вам данные мастер-классы пригодятся в работе выключая пока комментарии чтобы вам было удобно смотреть и здесь мы видим вот такую вот картину ноготь растущий вниз это частая проблема и здесь я для начала хочу его немного исправить при помощи ультра жесткой базы наношу для начала тонкий слой это оттенок номер 6 а свободный край я буду поднимать при помощи верхней формы туда набираю небольшое количество материала фиксирую на ноготь и далее прошу мою клиентку помочь мне и зафиксировать материал фонариком после этого ставлю материал в лампу и полимеризую стандартные 30 секунд далее мне остается лишь опилить свободный край и мы сами получаем красивую архитектуру приподнятый свободный край и соответственно после этого мы можем с вами уже потихонечку переходить к дизайну здесь мы решили сделать градиент также мы решили здесь сделать френч в общем то такой дизайн получится очень интересный яркий и летний что касается опила после того как вы наносить ставите верхнюю форму то здесь он минимальный естественно излишки материала мы убираем с вами и изнутри для того чтобы как раз ноготь сам был тонкий так как мы работаем ультра жесткой базы то в данном случае здесь толщина такая будет отлично себя вести в дальнейшем там где у нас будет градиент я видите не делал укрепление просто нанесла на базу сначала тоненьким слоем заполимеризовала затем еще раз слой базы и стык ней вот такой вот красивый яркий оранжевый оттенок это номер 22 на 62 и далее по непросушенной базе я делаю вот такую вот легкую растушевку как видите гель-лак отлично растушевывается и после полимеризации наношу ту же ультра жесткую базу это тот же оттенок номер шесть и делаю такой аналог молочного градиента но в данном случае выполняет естественно не молочной базой такой вот камуфлирующий но получаем похожий эффект как раз нас будет яркий цвет просвечивать что касается соседнего ногтя то здесь мы решили сделать french немножечко прошу прощения вышла из кадра делаю стандартную разметку и далее перевожу так скажем овальную форму в квадрат и далее стандартно прорисовываю french я думаю что в данном случае здесь мы не будем делать все упор конкретно на вот эту вот сейчас схему french а потому что на следующей неделе у нас будет 13 15 числа прошу прощения 15 июнь день знакомства с брендом и мы там будем вести прямые эфиры и там как раз моя тема будет называться french и там я более подробно буду раз рассказывать об этом поэтому обязательно присоединяйтесь к нам и посмотрите наш прямой эфир на следующей неделе поэтому сейчас я подробно данной темы касаться не буду но в любом случае мы сами обязательно это будем освещать на следующей неделе что касается прорисовки я делаю ее тем же гель-лаком обратите внимание насколько он плотный то есть я ношу его в один тонкий слой бортик при этом не образуется который надо потом впоследствии будет выравнивать и эти гель-лаки как раз хорошо тем что вы можете легко прорисовывать френч и при этом цвет будет действительно плотный яркий красивый и вам не надо будет тратить время на то чтобы двумя слоями его рисовать и конечно же два слоя это неудобно это долго поэтому данном случае как раз такие плотные гель-лаки вам очень хорошо помогут а если вы работаете с обычной базы не жесткой то они еще и скалываться не буду да так как у них тоже нет жесткости ну а вот что собственно у меня получилось вот такой вот интересный дизайн здесь у нас видите френч и соответственно градиент такой легкий и в данном случае как раз при помощи вот такого оттенка как я уже говорила это оттенок номер 22 62 мы сделали собственно эту работу очень удобной в работе очень легко растушевывается если вам нужно быстренько сделать вот такой вот переход можете растушевать его цвет с базы для того чтобы сделать молочный градиент и также как я уже говорила все эти цвета отлично сочетаются друг с другом и переходы получаются тоже очень плавные и так что еще мы можем с вами сделать какой еще дизайн давайте мы с вами разберем второй вариант и это будет оттенок 2267 солнечный гуа такой вот красивый лимонный оттенок здесь есть небольшое количество белого пигмента за счет этого он более плотный вам не надо будет наносить его в несколько слоев и в данном случае я делаю вот такую тоже заготовочку под френч как видите у нас сегодня все-таки тема френч естественно не уходит далеко потому что френч действительно он очень популярен это самый наверное популярный дизайн который выбирают наши клиенты поэтому в данном случае мы сейчас поработаем еще раз с ним сделала заготовку зафиксировала в лампе сняла липкий слой далее я как раз переношу нужный мне рисунок наш там для стемпинга и лишнее убираю при помощи трафарета для френча который используется в аэрографии естественно он есть не у всех поэтому вы можете взять просто наклеечку от формы и при помощи вот этой наклеечки круглой который обычно в центре формы располагается вы соответственно можете таким образом тоже убрать лишний у вас получится соответственно рисунок который вы можете перенести и сразу нарисовать френч здесь как видите я немножечко забежала дальше мне надо было сделать здесь френч более узкий и соответственно отпечатать стемпинг тоже поуже но не получилось это сделать я почему-то сразу не подумала о пропорциях но это отличная возможность как раз показать вам как можно это все убрать потому что если вы работаете плотными гель-лаками то соответственно вы можете легко здесь при помощи цвета закрасить все ненужное при этом не тратить время на то чтобы стереть эту часть стемпинга и при этом не повредив то что вам надо поэтому в данном случае такой вот вариант вы тоже можете использовать здесь у меня получается такая вот обратная схема френча если в прошлый раз я рисовал линию улыбки то здесь я наоборот прорисовываю непосредственно само ногтевое ложе и делаю это при помощи оттенка 2270 вот такой красивый цвет я потом покажу их отдельно очень классный плотный цвет кстати сейчас этим летом он самый популярный среди неонов так скажем тренд этого лета поэтому возьмите себе на вооружение этот оттенок 2270 тем более у нас как и остальные гель-лаки в этой линейке вышел в объеме 15 миллилитров а соответственно вам точно хватит на всех ваших клиентов потому что я думаю что многие к этому цвету будут возвращаться в этом сезоне потому что он действительно сейчас во многих соцсетях часто очень мелькает поэтому я думаю что он как раз он будет очень актуален прорабатываю сейчас линии улыбки обязательно закрашиваю все таким образом чтобы у меня линии улыбки было ровная но так как здесь цвет плотно это легко сделать здесь видите она не разъезжается плюс к этому я с желтого цвета предварительно сняла липкий слой для того чтобы была больше плотность и обязательно проверяем вот в таком положении перевернув ручку клиента для того чтобы посмотреть насколько все симметрично далее буду делать выравнивание так как здесь образовалась ступенька потому что в данном случае мне необходимо было все-таки нанести цвет чуть плотнее но если бы я не ошиблась то конечно же этой ступеньки бы не было поэтому в данном случае я решила оставить этот мастер класс в том виде в котором он был именно с вот этим недочетом чтобы вам показать как в данном случае можно работать если вы изначально сделали френч тонкий правильно отпечатали тот рисунок который вы планировали сделать то у вас таких проблем не будет здесь соответственно ступенька если будет она минимальная но вот тут мне получилась достаточно такая выраженная ступенька и сейчас как раз я вам ее покажу видите здесь переход есть на и соответственно необходимо сам его выровнять это можно сделать при помощи топа топ-н-го он не жидкий у него средняя консистенция поэтому такие вот небольшие выравнивания он с легкостью позволяет сделать хорошо держит объем никуда не растекается поэтому данный топ вы можете как раз взять себе тоже на вооружение если вам необходимо где-то немножечко выровнять например после градиента ступеньку от френча как в данном случае то он вам хорошо подойдет естественно здесь мы также ручку переворачиваем и распределяем блик чтобы он был соответственно правильной архитектуры и после этого можно подтянуть материал там где надо и еще разочек ручку клиента перевернуть после этого заполимеризовать в лампе данный материал полимеризуется он в течение минуты и потом также минуту вы ждете когда он остынет это обязательно условие для всех топов без липкого слоя да и для топов с липким слоем также да мы сами не снимаем липкий слой пока топ не остыл для того чтобы получить максимальный глянец особенно если у вас мощная лампа все-таки этого правила стоит придерживаться и не спешить после полимеризации у нас с вами получается следующая картина как видите здесь нам удалось выровнять ступеньку но конечно в идеале ее надо было не допускать я вам рассказала как это сделать но в данном случае я вот показала как можно данную ошибку исправить и давайте сейчас как раз я вам покажу эти два оттенка напоминаю это 2267 это неоновый желтый цвет и 2270 красивый неоновый розовый оттенок оба цвета классно выглядят кстати сейчас на камере желтый выглядит чуть более зеленым хотя это не совсем так вот он как раз наш зеленый сейчас рядышком поставлю чтобы вы видели разницу вот зеленый он да действительно вот такой вот яркий зеленый цвет поэтому рядом с ним желтый как раз становится тем желтым который нужен и какой еще дизайн мы можем сами сделать этими яркими гель-лаками в данном случае мне захотелось поработать именно с такими тропическими рисунками это можно сделать и при помощи стемпинга частично либо можно нарисовать данный дизайн полностью от руки как раз мы сами рассмотрим второй вариант в данном случае я наношу как раз оттенок 2266 на его с вами только что смотрели неоновый зеленый цвет и далее мне потребуется ангель краска можно взять с липким слоем можно взять без липкого слоя здесь неважно и мы разводим ее стопом для того чтобы она стала полупрозрачной это кстати гель-краска на маленькое черное платье на с липким слоем и они очень хорошо получается литье если вы любите любите эту технику вы можете взять себе вот этот оттенок на вооружении потому что кто делает литьем они очень часто выбирают как раз именно этот материал потому что на нем очень классно печатается фольга сейчас полупрозрачным полупрозрачной гель-краской разведенной стопом мы с вами должны прорисовать любые тропические листья в данном случае я решила нарисовать монстеру но это может быть абсолютно любой другой вариант поэтому первый слой полупрозрачный конечно лучше прорисовать от руки потому что при помощи стемпинга все-таки именно на гель-лаке этого не удастся достичь такого эффекта либо вам необходимо делать теневой стемпинг то есть работать уже с базами и соответственно делать сначала первый слой стемпинга затем перекрывать базой и далее второй слой если в такой технике работать не хочется то соответственно можно нарисовать первый слой от руки а вот второй слой вы можете либо тоже нарисовать если у вас есть а пластины с какими-то тропическими мотивами различными растениями если нет то то же самое все это легко рисуется от руки и в данном варианте я показываю вам очень такую простую веточку но наверное пальма скорее всего скорее всего пальма это будет в данном случае я набираю на кисточку чуть побольше гель-краски и сначала ставлю совсем легко кисти на поверхность типсе практически не нажимая чтобы начало линии получилось более тонким а затем сильнее нажимаю на кисть и в этот момент получаю расширение на листике поэтому даже если вы особо не умеете рисовать новичок в этом у вас все равно я думаю что получится хорошо потому что данная техника она достаточно проста опять же если у вас нет готового степпинга но опять же я за то чтобы мастер все-таки был универсалом и рисовал потому что в этом случае у вас появляются дополнительные возможности больше клиентов вы сможете охватить потому что многие любят именно ручную роспись и опять же если у вас нет чего-то из степпинга и слайдеров вы можете легко это как раз сделать при помощи ручной росписи это тоже очень ценится когда вы можете выйти из любой ситуации нас зависимости от того что предпочитает ваши клиенты далее я хочу добавить здесь вот такой вот небольшую наклейку тем более что здесь липкий слой перед тем как я прорисовывала листья черным цветом я сняла и здесь можно выбрать абсолютно любой вариант я решила выбрать вот такие вот золотые капли именно как акцент сюда подойдут какие-то надписи либо вот такая абстракция это будет действительно красиво смотреться и дополнять дизайн поэтому такой вариант можно сделать также этот дизайн будет отлично смотреться например и на градиенте но я решила сделать вот такое вот однотонное покрытие далее мы с вами топом топингу выравниваем наш дизайн в данном случае нам необходимо нести небольшое количество топа для того чтобы просто зафиксировать данную наклейку но она очень тонкая поэтому в данном случае у вас никаких особо проблем не будет и вот что у нас с вами получилось вот такой вот интересный дизайн он не очень сложный достаточно быстро выполняется и самое главное можно вот что-то такое в тропическом стиле предложить вашим клиентам особенно тем кто уезжает на отдых и так давайте я сейчас верну комментарии и верну все оттенки которые у нас были сегодня я давайте даже покажу часть наших оттенков именно те которые касаются линейки limited edition это первые три коллекции миссия на марс у нас их больше но как раз здесь у меня первые три коллекции на этом на этой палитре вот такая вот красивая коллекция миссия на марс который включает себя оттенки красного красный это самый ходовой цвет вместе с нюдами и в данном случае как раз эта коллекция соответствует абсолютно всем ожиданиях ваших клиентов потому что все самые популярные оттенки красного здесь есть и самое главное все цвета очень плотные в том числе и темный красный и наносится отлично в один слой что очень экономит ваше время следующая коллекция я вам пишу это как раз нюдовые оттенки и здесь четыре плотных цвета и два полупрозрачных вот эти два как раз полупрозрачный но это на этих типсах молочных к сожалению не очень хорошо видно данный момент но тем не менее они все отлично подходят для френча и как раз мы также выпустили вот эти вот самые популярные нюдовые оттенки в объеме 15 миллилитров и конечно же сегодняшний наш виновник торжеством так скажем это как раз коллекция тропические каникулы это вот такие вот яркие потрясающие неоны которые как раз очень будут актуальны этим летом потому что лето это всегда пора ярких дизайнов ярких ногтей я уже очень часто вижу когда еду в общественном транспорте у девушек именно такие оттенки они уже потихонечку как раз отказывается от более спокойных цветов потому что лето это то время когда хочется чтобы все вокруг было и таким ярким интересным поэтому здесь естественно вот эта коллекция вам очень подойдет и как я уже говорила она у нас выходит в объеме 15 миллилитров это линейка limited edition все оттенки плотные давайте вам еще разочек продемонстрирую вот такой вот красивый плотный оттенок не густой который очень хорошо быстро выравнивается им удобно работать и самый главный объем он позволяет как раз значительно экономить на покрытие и как раз такие плотные цвета которые легко ложатся они также экономит ваше время поэтому данном случае очень рекомендую вам обратить внимание на эту коллекцию она есть на нашем сайте и если вам будут нужны ссылки пожалуйста можете оставлять комментарии под этим видео обязательно вам отправим также этот эфир у нас будет сохранен на youtube и там в закрепленных сообщениях вы также увидите ссылки на данную коллекцию если вам какие-то оттенки понравились можете как раз взять себе их в работу они сейчас действительно очень актуальны но я напоминаю что 15 июня у нас состоится день знакомства с брендом он пройдет в нашем московском офисе начало в 11.00 участие абсолютно бесплатный поэтому будем вас ждать и для того чтобы попасть на день знакомства с брендом вам необходимо либо зарегистрироваться на сайте либо написать нам личные сообщения оставить свой контактный номер телефона и мы вас зарегистрируем самостоятельно будем вас ждать вас как обычно будут в свою очередь ждать наши новые мастер-классы общение с коллегами интересные идеи также мы для вас приготовили подарки призы обязательно приходите будем вам очень рады но а если вы живете не в москве и в подмосковье и все равно хотите поприсутствовать на этом мероприятии то мы будем обязательно вести прямые эфиры с него поэтому вы все равно сможете посмотреть наши мастер-классы задать свои вопросы мы с удовольствием на них ответим и все равно так скажем опосредованно окунуться в атмосферу как раз вот этого очень интересного насыщенного дня поэтому ждем вас прямые эфиры с 11.00 15 июня ну а для тех кто живет в москве подмосковье будем ждать вас нашим московском офисе будем вам всем очень рады я же данный эфир буду завершать буду сохранять его вам большое спасибо то что были сегодня со мной в прямом эфире я надеюсь что он был для вас полезен для себя что-то новенькое интересное возьмете на вооружение возьмете в работу ну а мы с вами встречаемся на следующей неделе в прямых эфирах и буду вам в свою очередь рассказывать такую тему так скажем популярную у мастеров это фрейм